Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим знаменитую позицию, ставшей классической, кстати, имеющую большое практическое значение при игре в русские шашки, позиция из партии Цирик Лебедев. И, друзья, мне удалось, практически невозможно, мне удалось поправить двух великих гроссмейстеров. Но для этого мне пришлось проштудировать книгу «Четверть века за шашечной доской» гроссмейстера Зиновия Цирика, а также все три тома энциклопедии Эншпиля Нижегородского гроссмейстера Максима Федорова. Ну, давайте перейдем к этой знаменитой позиции. Вот она, эта знаменитая позиция из партии Цирик Лебедев. Последний ход был черных, и они пошли едой четыре. Сейчас ход белых. Они отдают две шашки ходом ФЕ5 и бьют в дамки. Теперь у черных есть два хода. Ну, сильнейшее продолжение ставить дамку на поле С1, а если черные ставят дамку на поле Е1, то белые здесь побеждают довольно быстро. Играем ЖФ4, ну и как бы черные здесь не били, здесь белые побеждают. То есть, если черные бьют шашкой, тогда ставим дамку на поле H2, черные бьют, белые бьют на поле H8 лучше всего, и черным надо отдавать шашку для того, чтобы прорываться. Теперь черные игра от Е2 пытаются прорваться, но белые жертвуют дамку и бьют, может и назад, лучше вперед. И здесь у белых четкий выигрыш. То есть, HG5 надо двигать именно эту шашку. Шашка H4 не пройдет дамки. Cd6, Gf4, Dc7, Fe3 ставим дамку именно на поле B8. И видите, нет хода Е2 из-за того, что белые отдадут дамку и легко выиграют. Поэтому черным приходится отдавать шашку, белые бьют, и черные прорываются в дамки. Белые занимают большую дорогу, вот эту самую большую длинную линию, и проводят все три шашки в дамке. Затем строят треугольник Петрова и легко побеждают. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Так, какие еще были варианты здесь? Если черные в этой позиции, допустим, побили не шашкой, а дамкой, допустим, на поле D6. Ну, здесь еще проще выигрыш. То есть, бьем на H8, ну, и после Gf4 бьем, допустим, на C3. Здесь очень простой выигрыш, без шансов. Если черные бьют, допустим, дамкой на поле E5, тогда уже бьем на поле H2. Кажется, что ничья у черных не за горами, то есть у них 5 шашек, у белых даже 4 единицы. Но на самом деле здесь белые легко побеждают. DC3 или DE3, тут без разницы. Белые играют AB6, черные идут в дамки, и белые пытаются провести вторую дамку. И видите, друзья, проблема в том, что черным нельзя поставить дамку на поле E1, так как она будет тут же поймана. И там будет легко выиграно окончание за белый. Поэтому им остается ставить дамку только на поле C1. Тогда белые играют Gf2, и снова, видите, дамкой нельзя пошевелиться, потому что она будет тут же поймана. Поэтому черным приходится отдавать две шашки, ну либо Gf4, либо Fe5, и затем Gf4, без разницы. Ну и здесь также возникает легко выигранное окончание за белый. То есть в этой позиции белые легко победят. Поэтому в этой позиции надо ставить дамку на поле C1. Теперь белые заходят в так называемые любки, видите, бери любую, что называется, и черные играют D3. Белые бьют на поле H8, ну и у черных есть два варианта. Либо играть ED2, либо Gf4. Ну, после Gf4 белые легко побеждают. Бьем на поле E5, и затем после вынужденного ED2 играем ED6. То есть, видите, если черные поставят дамку, белые сыграют дамкой на поле E5, и дамка черных будет тут же разменена. Возникнет легко выигранное окончание за белых. Поэтому черные здесь пытаются еще как-то выждать. Ну, тогда белые снова ставят дамку на поле E5. Ну, и после вынужденной постановки дамки, а куда еще ходить? Тогда белые играют GH2 и также легко побеждают. Поэтому в этой позиции лучше сразу же идти дамке, не отдавать Gf4. Здесь белые делают очень тонкий ход, жертвуют дамку и бьют назад на поле C3. То есть, видите, дамка черных ограничена на поле C1, у нее нет ходов. По сути, сейчас стоимость черной дамки это всего лишь шашка. Поэтому черные жертвуют одну из шашек и дают свободу дамке. Сейчас можно сыграть дамкой на поле G5, но это сильнейшее сопротивление. Если же черные играют, допустим, HG5, тогда белым достаточно сыграть GH2. Ну, и здесь белые побеждают во всех вариантах. Давайте рассмотрим все возможные продолжения. Черным снова надо жертвовать шашку и играть, допустим, на поле G5. Сильнейшее продолжение. Белым надо играть CB4, единственный ход на победу. И черным лучше всего сыграть на поле D8. BC5. Черный играет DC7. Ну, и видите, белым не пошевелится. Кажется, что снова ничья не за горами, но это не так. Белый играет AB4. Черные нападают. И видите, такое самоограничение. Но белые здесь выигрывают. То есть, играем CD6 смело и DC7. В чем тут суть? Возникла знаменитая позиция из партии первого чемпиона Российской империи Сергея Воронцова. То есть, если черные нападают, допустим, ходом CD4, мы жертвуем шашку, затем вторую. И затем, видите, играем дамкой на поле E1. И дамка черных и шашка черных остаются в запирании. Очень такой симпатичный выигрыш. Если же черные, допустим, не нападают после хода DC7, а пытаются защищаться, ну, допустим, по большой дороге, здесь возможен следующий вариант. Белые тогда ставят на D8. Черные, допустим, бегают по большой дороге. Белые играют на A5. Черные на A1. Белые играют на D2. Черные на H8. Белые играют на C1. Ну, и здесь возможны два варианта. Если черные пытаются не дать белым сыграть GF4, тогда здесь возможен красивый выигрыш. То есть, белые неожиданно жертвуют дамку и затем играют Fe3. И, видите, черным не пошевелиться. Грозит GF4. А если черные уходят, допустим, на поле A1, тогда отдаем одну шашку, затем вторую. Ловим дамку черных. И ход здесь черных. Белые побеждают с помощью оппозиции. Чем черным приходится отдать свою последнюю шашку. Так. Поэтому, если черные не играют, допустим, на E5, а играют, допустим, на поле A1, тогда белые уже выводят свою шашку ходом GF4. Ну, и черным надо нападать. Иначе белые грозили сыграть Fe3, ну и затем поймать дамку черных. Поэтому приходится нападать. Теперь закрываемся дамкой. Черные уходят на поле H8. То есть, препятствуют проведению шашки F4 в дамке. Теперь белые играют на поле A7. И черные играют на поле B2. Но если они, допустим, играют на поле G7, тут простой выигрыш. То есть, сыграем Fe3 и стоит угроза. То есть, допустим, если они сыграют на поле H6, тогда мы просто выиграем с помощью хода ED4. Если, допустим, на поле H8 играют, тогда отдаем дамку смело. Затем еще две шашки и дамка черных попадает в петлю. Белые снова выигрывают с помощью позиции 1 на 1. Поэтому в этой позиции черным лучше всего пойти на поле B2. Ну и здесь все равно есть выигрыш. Играем Fe3. Черным надо играть на поле C1. Тогда белые играют тонкий ход на поле C5. И здесь после хода HG3 вынужденного белые играют на поле F8. Затем на поле H6. И дамка черных ловится. Вот такой выигрыш в позиции Воронцова. Я разбирал уже давненько эту позицию. Но все-таки очень красивые здесь варианты. Поэтому я думаю, что лишним не будет. Так. Вернемся к нашей позиции. В этой позиции, конечно, лучше всего отдавать шашку таким ходом. И даровать своей дамке свободу. Ну и здесь очень тонкий выигрыш за белых. То есть видите, друзья, хочется как-то ломануться, что называется, в дамке. Ходом ED6. Но на самом деле здесь уже только ничья. Черные играют на поле D8. Ну и как бы белые не играли, здесь они не могут выиграть. Возможны два хода. CD4 и CB4. А B4 ведет к тому же, что и CB4. Если белые играют CD4, тогда черные уже добиваются ничьей вот таким тонким маневром. Жертвуем шашку. Затем играем на поле F6. Надо отходить. И затем играем HG5. Ну и как бы белые не ходили, черные затем сыграют на поле H8. и разменяют две шашки белых с ничьей. Если же белые в этой позиции играют, допустим, CB4. Тогда черные здесь тонко нападают. Надо отходить. И видите, связывают все три шашки белых. Не пошевелиться. Поэтому приходится отдавать шашку и играть BC7. Ну а теперь черные снова отдают шашку и играют EF6. Ну и на постановку белыми дамки играем HG5. Затем играем на поле H8 дамкой и размениваем шашку H4 с ничьей. Потому что белые не в состоянии поймать дамку черных на большой дороге. И когда у них всего три единицы у белых имеется в виду. Вот такая ничья. Это все варианты, указанные гроссмейстером Зиновием Цириком. Но в этой позиции все-таки есть тонкий выигрыш. То есть гроссмейстер Зиновий Цирик сыграл в этой позиции CB4. Только этот под идет к победе. Ну и здесь возможны два варианта. Либо играть дамкой на поле D8, либо играть на поле D2. Давайте разберем оба. После хода дамкой на поле D8 здесь более простой выигрыш. Играем БЦ5. Надо нападать, иначе белые пройдут дамки без проблем. Белые играют Е6. Ну и здесь возможны два варианта. Если черные хотят отыграть одну из шашек, тогда белые играют СД6. Затем ДЦ7. Ну и грозят провести шашки С7 и А3 в дамке. Ну и с легким выигрышем. Поэтому черные препятствуют этому плану. Играют GF4. Белые ставят дамку на поле D8. И черные играют на поле H2. Но здесь все-таки у белых снова выигрыш оказывается. Fe3. Если черные играют HG3, тогда играем ЕD4. Ну и на единственный ход HG5 играем AB4. Как говорится, ходы у черных заканчиваются. Это понятно. Если черные после Fe3 играют HG5, тогда уже играем GF2. То есть на такой ход уже просто свяжем. Здесь ходить некуда будет. Поэтому приходится играть GF4. Ну тогда побили. И сыграли FG3. С легким выигрышем. Рассмотрим второй вариант. Если черные в этой позиции не нападают на поле D8, на шашку белых F6, а играют на поле B8. Здесь у белых довольно-таки простой выигрыш. Надо сыграть CB6. Точный ход. А если здесь сыграть Fe7, ну такой ход, как бы кажется, выигрывающий. На самом деле здесь очень красивая ничья за черных. Так что будьте внимательны, друзья, когда разыгрываете эту позицию за белых. Черные неожиданно жертвуют одну шашку, затем вторую и нападают сразу же на две. Белые отходят, черные снова нападают. Ну и белым приходится согласиться с ничьей, так как выигрыша нет. Вот такая неожиданная ничья. Также это указано Гресс-мейстером Зиновием Сириком. Ну и теперь самый главный вариант. После сложнейшего хода CB4 черные защищаются сильнейшим образом. Играют дамкой на поле d2. Ну и здесь у белых все-таки оказывается выигрыш. Надо сыграть именно b5. Теперь черные нападают дамкой на поле e1. И вот здесь в книге Зиновия Цирика «25 лет за шашечной доской» и также в энциклопедии Максима Федорова все-таки есть ошибочка, друзья. Здесь указано, что ход EF6 ведет к выигрышу, но на самом деле это только ничья. Черные бьют и белые играют Аб6. При любом ходе выигрыш у белых, но здесь мне удалось найти неожиданный ход за белых с помощью компьютерной программы Тоша. Играем на поле d6 и, как ни странно, выигрыша у белых нет. Сильнейший вариант, ну естественно, идем в дамки ходом b7. Черные делают ход hg3, вроде бы кажется не суразный, но на самом деле он ведет к ничьей. Надо ставить дамку и черные играют дамкой на поле f4. То есть, друзья, в чем суть этой позиции? f7 здесь уже не пойдешь, потому что черные разменяют шашки и эта позиция ничейная. Затем переведут h6 на h2, белым не выиграть в этой позиции. Если черные, допустим, играют Аб4, прошу прощения, если белые в этой позиции играют, допустим, Аб4, ну здесь можно разменяться уже таким образом. Так же позиция ничейная. То есть, если белая игра, допустим, h2, тогда меняемся уже вот таким образом с ничьей. Если же белые делают сильнейший ход в этой позиции b7, тогда уводим дамку на поле c1 и грозим разменять одну свою шашку на две шашки белых. Поэтому у белых единственный ход h2, тогда играем cd2 и ничья, только ничья. Вот такие интересные варианты мне удалось найти с помощью компьютерной программы Тоша. А выигрыш, друзья, все-таки в этой позиции был. После b5 и нападения надо отойти fe3. Точный ход. то здесь в книге Максима Федорова и книге Зиновия Цирика указан следующий вариант как черные могут достичь ничьей. То есть они могут сыграть допустим hg5 и белые на ed4 и ed6 черные здесь сыграют дамкой на поле g3. Но на самом деле здесь выигрыш белых. То есть играем dc5 и ловим дамку черных в петлю. И бой вперед действительно дает ничью. Видимо вот на этом варианте ошиблись оба гроссмейстера. А бой назад дает выигрыш. То есть допустим gf4 ab4 ну или даже cd4 hg3 ab4 gh2 bc5 fg3 cb6 надо жертвовать ставить дамку и белые тут же эту дамку ловят. Вот такой простенький выигрыш. Поэтому друзья в этой позиции все-таки выигрыш есть закономерный но наиболее сильнейшее сопротивление черные могут оказать ходом hg3 именно таким образом и надо играть. Теперь в этой позиции белым надо играть dc5 черные играют ed2 и пытаются провести вторую шашку в дамке белые играют ed6 черные gf4 dc7 fe3 cb8 но видите естественно сюда уже нельзя потому что отдаем дамку и бьем 2 с легким выигрышем поэтому здесь есть два варианта если черные играют gh2 тогда здесь очень тонкий выигрыш так же занимаем большую дорогу черные пытаются освободить путь до своей шашки чтобы идти в дамки и здесь играем дамкой на поле h8 черные пытаются провести шашку в дамке но рано или поздно они это сделают и мы играем cb6 черные ставят вторую дамку и тогда белые разменивают одну из дамок черных и бьют назад только в этой позиции есть выигрыш за белый но затем проводим три шашки в дамке строимся на полях h4 f4 и e3 и легко выигрываем так второй возможный вариант в этой позиции это отдать одну из шашек и провести вторую шашку в дамке ну и здесь друзья возникает интересное окончание то есть белые проводят все свои три шашки дамки и получается вот такое окончание белые строятся на полях c1 e1 g1 и h2 и шашку заводят на поле h6 это окончание указано как раз в трехтомнике Максима Федорова ну и здесь если ход черных у них есть два хода если они играют дамкой h8 на поле f6 тогда играем дамкой h2 на поле e5 и размениваем одну из дамок черных с легким выигрышем если черные играют дамкой на поле a1 на f6 тогда играем hg7 черные уходят и проводим пятую дамку и затем мы рассмотрим это окончание в самом конце второе возможное построение в этой позиции вот такое то есть здесь белым выиграть уже будет немножко сложнее кстати друзья если в этой позиции ход белых начальный тогда играем дамкой e1 на поле a5 и все те же идеи остаются в этой позиции также ход черных давайте рассмотрим и ход белых если если ход черных у них в начальной позиции есть четыре возможных хода дамкой сыграть на поле h8 это главный вариант ну и давайте рассмотрим побочные варианты если черные играют дамкой a3 на поле e7 тогда играем дамкой c1 на поле e3 и грозим поймать дамки черных поэтому черным приходится играть ef6 это единственный ход теперь белые делают выжидательный ход дамкой e1 на поле a5 и черным снова единственный ход теперь белые ходят дамкой e3 на поле c1 ну и снова у черных единственный ход то есть так же не пойдешь черные белые проведут пятую дамку поэтому черные вынуждены играть дамкой так ну дамкой на f6 ну и тогда здесь размены проходят так же это мы рассмотрели второй возможный вариант в начальной позиции если черные сыграют a3 на f8 вот так тогда зажимаем дамку черных ну и следующим ходом размениваем ее и легко здесь легкий выигрыш у белых третий возможный ход дамкой черных пойти на поле f6 a1 на f6 тогда жертвуем одну из дамок и играем а g7 возникает окончание 4 дамки против 2 причем видите белые владеют и большой дорогой и двойниками то есть вот таки вот этими линиями поэтому здесь у белых выигрыш кто не знает как выигрывать 4 дамки против 2 подсказку оставлю в верхнем правом углу так же можете посмотреть поэтому в начальной позиции черным надо играть дамкой только a1 h8 теперь белые играют e d2 и у черных снова есть несколько ходов но рассмотрим основной вариант если черные играют на 1 тогда играем d e3 ну и черным видите нельзя оставаться на верхнем верхней части так скажем большой дороги потому что белые тогда разменяют одну из дамок и выиграют с помощью треугольника петрова если так как-то ходить тогда размениваем дамки вот таким образом поэтому единственный ход a1 на c3 тогда белые жертвуют одну из дамок и возникает окончание 4 дамки против 2 то есть подсказку я оставил в верхнем правом углу какие еще возможны были ходы в этой позиции не рассмотрены ход h8 на a1 мы рассмотрели если черные играют h8 на f6 тут вы уже можете догадаться жертвуем одну из дамок и затем играем h7 проводим четвертую дамку и выигрываем так если черные играют дамкой a3 на поле f8 тогда зажимаем дамку черных на тройнике затем размениваем его и выигрываем и последний ход дамкой a3 пойти на e7 тогда белая игра d e3 стоит угроза h2 на e5 поэтому черные вынуждены сыграть дамкой e7 на f8 ну и белые здесь зажимают одну из дамок на тройнике затем разменивают ее таким образом и легко выигрывают так рассмотрим теперь эту позицию при ходе при ходе белых если ход белых в этой позиции тогда играем ed2 ну и черных возможны 4 хода основной вариант пойти дамкой на h8 если черные играют дамкой a3 на f8 тогда играем дамкой c1 на a3 то есть видите зажали дамку f8 на тройнике затем ее разменяем и легко выиграем если черные играют дамкой a3 на e7 тогда играем d e3 стоит угроза поэтому черные здесь вынуждены сдаться ходить некуда белые разменяют одну из дамок черных на большой дороге захватят большую дорогу затем проведут третью шашку в дамке и выиграют с помощью треугольника петрова если черные играют дамкой a1 на поле f6 тогда жертвуем одну из дамок и играем hg7 проводим четвертую дамку и затем выигрываем в окончании четыре дамки против двух поэтому сильнейший вариант сопротивления здесь такой играем a1 h8 и теперь белые игра d3 стоит угроза hg7 поэтому черные вынуждены сыграть дамкой на поле a1 ну видите на поле c3 играть бесполезно так как белые отдадут одну из дамок и затем проведут четвертую дамку и захватят большую дорогу с выигрышем поэтому в этой позиции приходится играть дамкой на поле a1 тогда белые играют h2 на b8 такой выжидательный ход ну и заставляют черных сдвигать дамку на поле c3 тогда отдаем одну из дамок ну и снова возникает окончание 4 дамки против 2 то есть белые дамки владеют большой дорогой плюс двойниками поэтому их выигрыш здесь бесспорный ну и друзья последнее окончание когда белые провели пятую шашку в дамке возникает следующее окончание черные могут обороняться двумя дамками занять большую дорогу либо одной из дамок занять тройник если черные занимают обеими дамками большую дорогу тогда здесь при ходе черных возможны следующие варианты если черные играют h8 на f6 тогда играем h2 на e5 и размениваем шашку f6 и легко выигрываем то есть затем построимся четырьмя дамками вот на этих полях ну и как бы там черные не играли мы выигрываем либо с помощью хода e d4 либо с помощью хода fe5 второй вариант здесь возможен если черные играют a1 на f6 дамкой тогда играем hg7 ну и оставаться на большой дороге бессмысленно белая игра cb2 разменивают одну из дамок черных например таким образом и получается столбняк легкий выигр поэтому черные в этой позиции максимально сопротивляются уходят на поле d8 ну тогда белые занимают либо поле a1 и затем разменивают одну из дамок черных либо здесь можно вот таким образом разменяться то есть возникает нормальное окончание три дамки против двух владеющие большой дорогой так называемый треугольник петрова ну и последний возможный вариант когда черные обороняются одной из дамок на тройнике две дамки против пяти самое тяжеловесное окончание в русских шашках то есть видите друзья максим федоров как раз в своей энциклопедии указал что ну так скажем позиция имеет больше теоретическое значение чем практическое но на самом деле на практике вот из позиции из партии цирик лебедев она может возникнуть закономерным образом поэтому важно знать это окончание так если ход черных ну если ход белых понятно сыграем дамкой а6 на f8 затем разменяем дамку а3 ну и легкий выигрыш если ход черных здесь возможно три хода сыграть дамкой на e7 тогда играем а6 на e3 ну и стоит угроза cb2 неминуемая если же черные допустим на h8 куда-то уйдут тогда просто отдаем две дамки и легко выигрываем какие еще возможны ходы в этой позиции если черные играют допустим дамкой a3 на поле f8 тогда зажимаем эту дамку затем размениваем ее это понятно если черная игра допустим дамкой a1 на поле h8 тогда зажимаем дамку a3 вот таким ходом затем размениваем ее и также у белых легкий выигрыш вот такое непростое окончание я бы даже сказал очень тонкое окончание в русских шашках друзья в общей сложности на анализ всех вариантах а также на редактирование данного видео я потратил около 4 часов поэтому ставьте лайки не скупитесь подпишитесь не ленитесь до свидания увидимся на шашечных баталиях и давайте воевать только на шахматной доске до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...